В эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». Этот выпуск нашей программы будет посвящен личному делу Марии Магдалины. И у нас в гостях, скажу прямо, наверное, в России есть несколько специалистов по Новому Завету, по Библии, с которыми можно было бы вести разговор, я совершенно сознательно выбрал, пожалуй, единственную прекрасную даму из российских библиистов – Валентина Николаевна Кузнецова, автора самого популярного, насколько я знаю, современного перевода Евангелия на русский язык. Новый Завет. Новый Завет, да. Ну, Евангелие я имею в виду все. И четверо Евангелия послания. Причем к каждой книге Евангелия уже Валентина Николаевна почти каждая написала комментарии. Ко всем, а также к большей части писем Павла. Двенадцать книг. Двенадцать книг. И прямо скажу, исходило из гендерных предпочтений, чтобы никто не сказал, что историю пишут мужчины, и поэтому они глубоко субъективны. Валентина Николаевна, помимо прочего, еще и магистр одного из западных университетов по богословию. На ваш взгляд, вообще, положение женщины в церковно-исторической науке, в новозаветной науке на Западе и в России отличается? Да, конечно. В чью пользу? В пользу Запада. То есть вы ощущаете дискриминацию? Ну, вы знаете, я вообще-то как-то почти что отшельница, поэтому я дискриминации не ощущаю. В социальных сетях не сижу, где, вероятно, меня поливают самыми такими экскрементами. Валентина Николаевна, я сижу в социальной сети, я вас заверяю, что во всем случае из нескольких, сколько у меня там, 14 тысяч, ну, 700 френдов, вот, ваш перевод, это вот для людей просто свет в окошке. Ну, это для кого-то, да, для кого-то. Ну, это тысячи людей, вы понимаете, потому что он издается стотысячными тиражами в сущности. Так вот, если мы будем говорить о литературе, ну, во-первых, есть целое феминистское движение в библеистике. Это мне не очень нравится, где они всюду видят женщин, они всюду подчеркивают там, что Бог, естественно, не мужчина, не женщина, то есть они скорее склонятся к тому, что это женщина. Но я должна вам сказать интересную вещь, что святой дух в еврейском, руах, слово женского рода. Вот, так что давайте задуматься на эту тему. Гораздо интереснее поговорить, я читала кое-что из феминистских там статей, а мне это активно не понравилось, вовсе не потому, что это женщина, потому что мне показалось, что здесь натяжки, то есть такое передергивание. Но лучше бы все-таки о положении женщин в раннехристианской церкви, совсем в раннехристианской церкви. Видите, в этом году католическая протестантская Пасха и Пасха тех православных, которые живут по новому календарю, приходится на 27 марта. И вот я открываю книгу, скажем, Барта Эрмана «Петр, Павел и Мария», причем для американца, это американские исследователи, цитаты из одной популярной песенки, эстрадной начала 60-х годов. И там об апостоле Петре, об апостоле Павле и о Марии Магдалине, не о Матери Божией, а о Марии Магдалине. И Эрман последовательно, хотя в деликатной, надо сказать, форме, развенчивает миф о том, что Мария Магдалина – это жена Иисуса Христа. – Да, как это? Я прошу прощения, Валентина Николаевна. – Вы оскорбляете бы религиозные чувства. – Я бы подпочел, чтобы это были исторические, научные чувства. – Нет никаких научных, исторических чувств. Смею вас уверен, что Иисус был не женат. – Но при этом, в общем, она привергает миф о Марии Магдалине как самой преданной ученице-спасителе. Вот миф, который содержится в гностических Евангелиях третьего и, может быть, второго столетия. Но при этом он все-таки подчеркивает один момент, что как немало мы знаем о Марии Магдалине, одно мы знаем твердо, что, и в этом согласны все Евангелия, что это та женщина, которая первая увидела, что произошло воскресенье. И в этом смысле, говорит Эрман, она же, вот цитирую, первая свидетельница, которая возвещает о воскресенье Иисуса. Если это исторически верно, то трудно отрицать или преуменьшить ее значение. В некотором смысле можно утверждать, что именно с Марией началось христианство. Ну, нигде не сказано, что она была благовестницей, что она была там миссионером, апостолом. Ведь имя ее больше не упоминается ни в Деяниях апостола, ни в письмах Павла, никак абсолютно. Хотя у Павла очень много женских имен, и особенно, например, в 16 главе с Маримлиным, там вся глава состоит из имен, и очень много женских имен там. Тем не менее, Мария Магдалина уходит со сцены полностью окончательно. Она только в Евангелиях. Но, правда, во всех четырех Евангелиях. А знаете почему? Да. Я побуду адвокатом дьявола, и это со широкой поддьявольской аудиторией скажу. А это потому, что попы в четвертом столетии всю правду о Марии Магдалине из Евангелия вычеркнули, утаили, что она была самой искренней и знающей ученицей Иисуса Христа, сделали опять все мужским. Папа Григорий в VI веке сделал, оклеветал Марию Магдалину, представил ее блудницей и прелюбодейцей, и с тех пор вот ей стали посвящать всякие приюты для проституток. Значит, это патриархальное мочистское общество взяло верх над тем, как было на самом деле. Ну, то, что мужское общество взяло верх, это несомненно, но это касается не только одной Марии Магдалины, потому что, если мы возьмем ранее христианскую церковь, то женщины играли очень важную роль. Женщины были пророчицами, женщины были лидерами церквей, потому что церкви из Дании не было, были, христиане собирались группами в домах, и очень часто это были богатые женщины, ну, чаще всего вдовы или вольнопущеницы, и у них, они были самые образованные, самые свободные, и они, и если у них собирались христиане на свои христианские собрания, и они предоставляли пищу, то, конечно, вольно-невольно они становились лидерами, это естественно. И даже иногда они вели себя несколько, что называется, переходя границы принятых правил в то время. И поэтому Павел в первом коринском послании даже вынужден немножечко их ставить на место. Когда он дает разные советы мужчинам и женщинам, он начинает обычно с женщин. И обычно говорят, что коринские женщины, почувствуя свободу, они стали немножечко этой свободой злоупотреблять. И Павел, человек, в общем-то, хотя и яркий, темпераментный, но тем не менее, человек был дипломат, он прекрасно понимал, что не надо дразнить общество, не надо отождествляться с обществом, не надо делать ему уступки в каких-то греховных вещах, но кое в чем. Не надо как-то дразнить. Но если женщина, замужняя женщина, а тогда решила именно о замужних женщинах в церкви, если она молится или пророчествует, то есть она ведет молитву, лидер церкви, или она выступает как пророчица, то есть она говорит перед собранием церкви, она должна что-то иметь на голове. Там текст очень трудный. То ли она должна не стричь волосы, потому что слово покрывало, которое в Синодельном, там нет вообще нигде, там покрытая голова. А покрытая голова может означать покрывало, что очень, может быть, даже вероятно, потому что в древнем мире знак замужества это покрывало, это одновременно знак того, что она подчиняется мужу, но, с другой стороны, знак ее более высокого статуса по сравнению с тем, кем она была до того, правильно? Она хозяйка, она жена, она госпожа в своем доме, и дети ее называли госпожа. Так что это более-менее высокий, уже почетный статус. И покрытая голова, например, у римлянок, означало ее, вот более высокий статус, означало, что она как бы, ее все уважают, все почитают. Но тогда скажите мне, а с какой стати вот эти жительницы Каринфы нарушали это правильно? Мотивации-то? Значит, мотивация может быть следующая. Если они стриглись, предположим, потому что покрытая голова может означать покрытые волосами, то тогда довольно рано возникла вот эта идея о том, что брак нечто не совсем хорошее. И вообще спасение, по большому счету, это для мужчин. И поэтому для того, чтобы быть спасенным, надо стать мужчиной. Ну, для этого, извините, не надо делать операцию, как нончи делают. Но можно носить мужскую одежду, выглядеть по-мужски. По крайней мере, это одна из причин, почему юные христианки, которые еще не воспаливаются замуж, но были уже обрученными, уверовав в Христа, чаще всего сразу же отказывались от брака. Ну, например, известный... Это, конечно, в христианские времена уже написаны, скорее всего, знаменитый роман Иосиф и Асенеф. Вот, когда Асенеф египтянка полюбила Иосифа, и они поженились, то голова у нее стала, как голова мужчины. Вот, а когда... А есть еще очень знаменитый своеобразный роман «Деяния Павла». Павла чаще называют полностью «Деяния Павла и Теклы». Или «Феклы» по-русски было бы, да. Вот, то там юная девушка, конечно, уже невеста, обрученная, увидел Павла, правда, там она еще в него влюбляется, извините. Вот, но она начинает его сопровождать, она ходит с ним. Она тут же разрывает свой брак. Значит, и женщины могли... Вот женщины, которые были лидерами в церкви, они могли стричь волосы, потому что в Греции время, вообще вот в этом ареале, мужчины должны были, ну, традиционно стригли волосы. Значит, и помните, если не так, то пусть стригутся. Пусть стригутся. Пусть стригутся. Но тогда встает другой вопрос. Вот знаменитая, недавняя сравнительная находка в древнееврейской синагоге, в развальных, в малайзийском городе Афродисия. И там обнаружили список жертвователей на синагогу. Вот в том числе, в общем, была маленькая сенсация в узком кругу ученых, потому что очень много женских имен. И это заставило пересмотреть взгляды ученых на положение женщины в еврейском обществе той эпохи. Но встает тогда вопрос. Вот то, как вы описали богатую вдову, которая собирает у себя христиан, предоставляет еду, и в силу этого воспринимается как лидер. Здесь же ведь женское начало отступает на второй план. Это, извините меня, и в современной России, и в современной Америке. Тоже, если у женщины есть десяток миллиардов. Нужно и миллионов тоже. Хорошо, десяток миллионов. Все-таки, Ванна Синникова, вы святая. Я согласна. Вы святая. Это нищета духом. Я вам предлагаю 10 миллиардов, а вы отрезаете два нуля. Да. Вы понимаете, почему, я думаю, блаженны нищие духом? Большие деньги нивелируют гендер. Это уже тоже, вот в их христе нет ни мужского пола, ни женского. И среди миллиардеров тоже нет. Когда у тебя миллион, к тебе в любой гостинице будут относиться просто как к очень богатому человеку, а какой пол не имеет значения. Вы имеете в виду современность. А в древности? Нет, это время, конечно, когда положение женщины в обществе изменялось. Например, в римском обществе в это время женщина получила право развода, патенциатора развода. Правда, это, как правило, богатые женщины. Я не думаю, что разводов было так много, но римские сатирики, конечно, не могли пройти мимо и говорили, что они меняют мужа, там, чуть ли не каждый день, как перчатки. А потом в Деяниях апостолов есть та самая Лидия из Филипп. У нее была лавка, она торговала пурпурными тканями. Пурпурные ткани – это страшно дорогие ткани, только для царей, высшей элиты и так далее. Значит, вероятнее всего, да, Лидия – это, кстати, возможно, не ее имя. Скорее всего, она ведь родом из Театир, а Театир – историческая область Лидии. Значит, рабынь чаще всего называли по имени происхождения. Фригия, Лидия и так далее, и тому подобное. Значит, она, скорее всего, вольноотпущенница, то есть она уже не рабыня, естественно, она вольноотпущенница. И это такая бизнес-леди. То есть женщины, кстати, именно из вольноотпущенников произошли первые вот такие, знаете, богачи-воте разорялись. Вот как русские крепостные некоторые выкупали себя, давали в долг своим хозяевам и так далее. А знаете, почему, Валентина Николаевна? Я вам скажу. Потому что это как с наследственной верой. Конечно, хорошо, когда тебя в детстве учат вере, ты ходишь в воскресную школу. Но сколько я вот за последние 25 лет насмотрелся детей, ну, скажем так, ельцинские, православные, которые вот с младых ногтей... И я не видел ни одного верующего сейчас среди них. То, что передается по наследству, утекает сквозь пальцы. Перекормили в детстве. Нет, думаю, что не перекормили, а потому что нарушена какая-то стадия свободы для ребенка. Поэтому я и говорю, перекормили, перекормили. Может быть, но точно так же с деньгами. Знаете, дети очень подражают. Я видела детей, знаете, такие маленькие, там, лет по шесть, по семь. Как они там стоят на коленках, как они понимают очень горе, до невероятности. Они такие неофиты, они такие очень невероятные. А потом, когда они в стадии подростков, они, естественно, уходят, отряхнув праг с ног. И это хорошо, если, там, годам к 30-ти они снова приходят. Но это уже сознательно приходит. А кто-то не приходит. Детское религиозность, скорее, мешает. Как и детское богатство. Это вот спор о том, какое равенство предпочтительнее. Равенство старта или равенство финиша. Многие миллиардеры, кстати, на Западе просто-напросто не оставляют наследство своим детям. Передают это все в фонды, в благотворительные фонды. А ты, пожалуйста, как бы... О, блаженный нищий дух. Зарабатывай себе. Мы тебе дали образование, ты получил образование, получил все. Трудись, зарабатывай. Ну, может быть, что-то там и оставляют, естественно. Но немножко. На черный день. Но, во всяком случае, немножко. Это не означает, что человек, сын какого-нибудь миллиардера, отныне обладает всеми этими миллиардами. Ну, во-первых, государство заберет у него большую часть. Налог на наследство – это все. Но разве здесь нет созвучия христианству и нашим идеалам евангельским? Потому что вот мир, мир материальный, мир без Бога, мир, который надеется только на то, что можно пощупать, мир, который не верит, а подстраховывается. И поэтому старается своим детям, любимым, за счет других побольше квартир, машин, датчик, и там еще счетец на Бермудах. А тогда оказывается, что нищета духом – это не обязательно, что ты нищий. Но ты ребенку не оставляй. Пусть твой ребенок будет свободен от твоей вот этой гиперопеки. И это все равно, как если бы женщины прекратили рожать. То есть уходит вот это вот, ну, то, что в одном из гностических евангелий называется труд, женский труд. По-английски ведь до сих пор роды – это труд, лейба. То есть женщина не должна работать на то, чтобы продолжить человечество. Пусть каждое поколение начинает с нуля. Это как бы символический разрыв вот этой потомственной заботы о выживании. Разрыв ради того, чтобы человек полноценно жил сам. Но, вы знаете, там ведь вот еще что. В течение все-таки длительного времени, по крайней мере, хотя бы пару веков, было глубокое убеждение в том, что конец очень близок. Поэтому зачем? Когда Павел вот в знаменитой седьмой главе первого Каренского письма обсуждает там семейные проблемы, чрезвычайно деликатно, да, там очень деликатно, потому что я бы вам советовала то, но в принципе вы свободны поступать, я вас не тащу за собой на аркане, прямо говорит. Понимаете, появляется то, что было не характерно для Библии. В Библии брак – это запрет Бога, это благословение Бога. Причем здесь нет идей, что это только для продолжения рода человеческого. Об этом нигде не сказано, что только для этого и больше ни для чего. Потом, значит, рождение детей – это тоже благословение, когда у человека есть дети. А когда христианство выходит за пределы, во многом все-таки библейская традиция утрачивается, и появляется вот эта линия аскетизма, характерная для Греции и Рима в это время. А обратите внимание, не только в греческой и римской мифологии, какое количество богинь-девственниц, какое количество жриц, которые обязаны быть девственницами. Понимаете, пророчец. Пифе, который сидит на треножнике в Дельфах, она девственница. А я прошу прощения, Валентина Николаевна, а что здесь, на ваш взгляд, преобладает, или, может быть, сплетается? Вот эта вот девственность, весталка, это женщина… Но весталкина 30 лет, потом она может делать что угодно. Ну, в принципе, в шелухой публике весталкина очень известна. Но если она на руки, ее зарывают в землю живую. Я приношу свои извинения от лица римских язычников. Но вот по вашему ощущению, это что? Девственность. Для женщины это способ высвободиться из гендерных тисков, из навязанной вот этой вот роли стиральной машины, воспитательницы и посудомоечной машины? Да еще там… Отвечу прямо. Или это мужчины, наоборот, мечтания? Хочу что-то среднее между богиней и проституткой в одном флаконе. Отвечу вам от всего сердца. Не знаю. Ну, не знаю. Я могла бы, конечно, попытаться что-то там придумать. Не знаю. Так вот, понимаете, появляется аскетическая традиция. В еврейской традиции, в библейской традиции брак – это благословение, это заповедь Бога. Но Иисус не женат. Появляется только-только-только первое, первое, первое. Понимаете, когда сталкиваются две заповеди, например, полное посвящение себя Богу, мешает быть человеку женатым, потому что брак воспринимается не как что-то легкое такое. Это экономическое предприятие, это необходимость множества забот, потому что он должен заботиться о жене, должен заботиться о детях. Человек, который полностью посвятил себя Богу, он просто не в состоянии этим заниматься. И мы с этим согласны? И поэтому, когда две заповеди вступают в противоречие, то выбирается одна из них. И Иисус, и Павел – это вот самые-таки первые, которые мы знаем. Потом появятся рави в еврейской традиции, тоже, которые будут, не будут жениться, они их будут называть, что они обручены сторой. То есть сторой их жена. – Навальдинка, мы живем в эпоху. Почему такой интерес к Марии Магдалине? – Да, почему? – Почему книга Эрмана «Петр, Павел, Мария» уже и в России вышла, и большим тиражом? Я вам скажу. Потому что, я так понимаю, что мы живем в обществе, где люди неверующие преобладают. Но эти неверующие, у них нет своего языка. Утверждая себя в борьбе за свое освобождение от того же мачизма и патриархальщины, женщина апеллирует к тому, что авторитетна для мужчин, к Евангелию. И они говорят тогда, смотрите, Мария Магдалина, вот апокрифы, которые попы утаили и зарыли в Нагхамаде, в Египте, но там же написано, что Иисус целовал Марию. Она была его женой. Кайнония, значит, он был женат. И тогда в ней... Кайнония про сообщение и больше ничего не означает брак. Это вы Валентина Николаевна греческий язык знаете. Да? Вот, а они не знают... Ну, а что делать? Забудьте, забудьте и помните одно. Можно соединить религиозную жизнь, священство и женский пол, и брак. Это естественно, я полностью с этим согласна. Так вот... А почему вы тогда не епископ? Ну, не священник. Вы знаете, один венгерский, живущий в России композитор, венгер по происхождению, как-то попросил меня объяснить ему одно место из Нового Завета. Я объяснила, ему очень понравилось это объяснение. И он сказал, церковь поступит мудро, если изберет вас следующим Папой Римским. Я согласен. Я до сих пор вспоминаю и веселюсь от всей души. Я согласен. Это было бы приятное разнообразие, как минимум. Но вот тот же Барт Эрман, автор книги о Марии Магдалине, он писал... Кстати, обличаю вас. Ученые не сделали ничего, чтобы разубедить людей, уверявших, что Магдалина была самой приближенной к Иисусу ученицей. Единственный, кто был верен ему до конца. Сколько подтверждений в пользу любых из этих гипотез содержится в Евангелиях? Ни одного, пишет Эрман. Ну, так вот, так как я не верю, что церковь, значит, выбросила все отрывки из Нового Завета, касающиеся женщин, вот, так как я знаю, что люди пишут книги, потому что им нужно писать книги, и потому что им надо защищать докторские диссертации, чего только... Кто бы говорил, Валентина Николаевна? А я не доктор, я все лишь магистр скромный, вот, поэтому они пишут все, что угодно. Дело в том, что на Западе, ведь, политкорректность, там, вот, вы написали это... Вам российское хамство больше нравится? Нет, я за политкорректность, вот, там, что бы вы ни написали, там вас будут цитировать, а это самое главное, пиар самое главное, вас будут сюда цитировать, и хотя бы говорить, мой почтенный коллега, по моему мнению, не совсем прав, но никогда не скажет что-нибудь такого, что могут сказать здесь, там, не скажет, что это еретик, не скажет, что это такой-сякой, этакий, не придут товарищи, какие-нибудь там хоругвеносцы, которые почистят вам физиономию, таким образом, значит, заставят вас прийти к истинной вере, поэтому там, а писать диссертации нужно, докторские, если магистрская диссертация, это знание материала предполагает, знакомство с литературой, знакомство с методами и так далее, и тому подобное, то докторская предполагает обязательно нечто оригинальное. Сами понимаете, что при таком количестве литературы, которые есть на Западе, сказать что-то оригинальное просто физически невозможно, если вы не гений. Гени рождаются чрезвычайно редко, но сейчас нет ни одного, да, религиозного гения, я имею в виду, религиозного. Вот, ну или он... Ну, Валентина Николаевна, можно я все-таки возражу? Ну, так вот... Возражу. Возражу, да. Религиозный гений, я религиозный гений, Вася Пупкин религиозный гений, а вы все религиозные гения. Нет, я имею в виду тот, кто пишет, библиист. Ну, это... А то, что он, может быть, молится, у нее там едение и прочее, прочее, я не про это говорю. Скажу про видение признак гениальности. Гениальность в чем? Любить, прощать, творить, быть человеком. Ой, ну, быть человеком... Фром сказал, что многие рождаются и умирают еще так, и не став человеком. Вот, так вот, о чем речь? Вот, так вот, о Марии Магдалине. Неужели все магистры богословения верующие? Давайте перейдем к Марии Магдалине. Давайте. Значит, Мария Магдалине, да, она... Нет, нет, Валентина Николаевна, я просто отвечу на вашу... Потому что мне не понравился привкус цинизма в отношении... Потому что вот Эрман, это докторская диссертация, да, он читает лекции. Но меня что удивило? Эрман в своей книге только опровергает веру в апокрифы, только опровергает мнение, что Мария Магдалина какая-то выдающаяся ученица и так далее. Только опровергает. Фильм BBC вышел в прошлом году о Марии Магдалине. Там как минимум четыре британских исследователя, которым дано слово. Они, в общем, ну, кое-кто опровергает. Они понемножку говорят примерно то же, что говорите вы, что упоминаний немного, знаем мы мало. Один из этих четверых участников кинофильма, мужчина, что характерно, женщина очень научная, а мужчина говорит, ну, может быть, говорит он, может быть, не исключено, что Мария Магдалина могла. Тут его обрезает продюсер кинофильма, и бодрый женский голос закадровый говорит, значит, Мария Магдалина могла, значит, она была. И человек, посмотревший этот фильм, он сидел вот на этом же месте передо мной, посмотрев этот фильм, остался в убеждении, что фильм рассказывает и подтверждает Эрмана, что Мария Магдалина была основательницей христианства. Почитайте Уберта Эку, он замечательно описывает, как вот происходит такого рода подмена. И так, да, можно доказать, что протокол сионских мудрецов, известный автор, известно, из чего это взято, известно, что это фальшивка. Но вот да, мантисемитка, пишет какую-то свою книгу и говорит, может быть, протокол сионских мудрецов и фальшивка. Но так, то, что там содержится, настолько соответствует истине, что протокол сионских мудрецов подлинный. Вы понимаете, замечательно. И так то же самое. Может быть, она была. А если она могла быть, то почему бы, нельзя допустить. И следующий человек говорит, что да. Значит, я вам приведу маленький пример. Вот такой же штуки. Очень часто в популярных каких-то проповедях, в маленьких брошюрках говорится, что женщины в Каринске должны были носить покрывало, потому что без покрывал ходили проститутки. Значит, мы не знаем, как выглядели каринские проститутки. Значит, один комментатор очень давно сказал примерно следующее. А может быть, женщины должны были носить, может быть, каринские проститутки ходили с непокрытой головой, с распущенными волосами, и христианки, которые тоже не носили покрывал, могли уподобиться им. Следующий комментатор опустил. Может быть. И с тех пор пошло, понимаете, и можно слышать до бесконечности вот этих каринских проституток, которые, значит, прически которых их известны, и так далее, и тому подобное. Значит, во-первых, с Иисусом ходила не одна Мария Магдалина, а Иоанна, жена Хузы, а некая неизвестная нам Сусанна, Шушанна, а еще загадочная женщина по имени Другая Мария. Из Вифании. Мы не знаем. Просто Другая Мария. Мария Магдалина и Мария Извифании. Одно лицо? Непонятно. Почему у них разное обозначение? Мария Магдалина и женщина, взятая в прелюбодеяние. Одна Мария? А женщина почему? Нет, понимаете... Ну как, это проститутка, та прелюбодейка. Значит, про Марию Магдалину я не хочу, чтобы ее оскорбляли, называя проституткой. Значит, у Луки это единственное место, где Мария Магдалина упомянута не в конце Евангелия в страстях, как одна из свидетельниц хозни, одна из свидетельниц погребения и одна из свидетельниц воскресения. Она ведь там не одна. Даже когда в Евангелии от Иоанна говорится, что вроде бы Мария Магдалина пошла на гробницу, она потом говорит, мы, значит, просто женщины дорогие не упоминаются. Мы. И вряд ли женщина во тьме, потому что это еще рассвет ранний, ранний, когда темно, могла пойти одна. Следовательно, это все равно некая группа женщин, 4, 5 и так далее. И в Луке говорится о том, что Иисуса сопровождали женщины, которых он исцелил от разных болезней и изгнал бесов. И из них упоминается Мария Магдалина, из которой он изгнал 7 бесов. Проституция – это бесовство? Причем здесь бесовство? Это означает, что у нее было тяжелое психическое заболевание. – А, ну такие в проститутки не идут. – Ну, конечно, не идут. – А я вам скажу, как в фильме BBC не ученые. – По поводу фильма BBC я однажды посмотрела несколько серий, это было «По деяниям апостолов». У меня сложилось впечатление, что авторы когда-то «Деяния апостолов» читали. Но где-то, наверное, в воскресной школе. С их пор не перечитывали. Потому что мало того, что они говорили какие-то абсолютно дикие вещи, но, кроме того, они говорили такие вещи, которые «Деяния апостолов» в близкие дни. – А мне кажется, что с BBC тут такая есть двойная проблема. Во-первых, все-таки Англия, Британия очень секулярная страна. И BBC сильно представляет, причем каждый раз к Пасхе выпускает что-нибудь очень атеистически секулярное. – Во-вторых… – Ну, не знаю, я как-то там прожила годик, и мне показалось, что люди… – Ну, каждый живет в своей Британии. – Да. – Вы не туда ходили. – Всегда, когда в воскресенье приходишь в храмы, и он битком, так сказать, и все, как и все замечательно поют, великолепно. – Да, вот вы не туда ходили, по воскресеньям. И более того, все-таки… – И не только… И Англия при этом еще… Британия еще и остается довольно сильно антикатолической страной. И вот в этом кинофильме о Марии Магдалине она противопоставлялась не случайно апостолу Петру. Вот некоторые говорят, Петр основал церковь, Мария Магдалина основала церковь. – Забыто это все, антикатоличество и тому подобное. Сейчас комментарии пишутся коллективами, и никогда вы не знаете, этот комментарий написан католиком или протестантом. – Ну, здесь вот, видите, как фишка ложится. – Англия вверху, что и не православный. – Но там как объясняется? Мария Магдалина, она из Магдалы. Если она из Магдалы, значит, она не замужем, потому что замуж не брали там патроним мужа. Вот если она не замужем, значит, она маргинализированная фигура, она вот чем-то неполноценная. У нее была психическая защитная реакция в виде невроза и стероидного поведения, поэтому из нее вот упомянуто изгнание бесов. – Ну, знаете, это настолько притянуто за уши, почему человек назван именем, это вовсе не означает. А если она вдова, она могла уже не быть названной по имени. в конце концов, Мария Мать Иисуса в Евангелии от Марка она не называется женой Иосифа. – Иосифа. – Да. Она называется Мария, мать, и перечисляются дети. она должна была по идее называться. Поэтому это на самом деле… Понимаете, это может быть, но это такая тоненькая ниточка, если бы к этой ниточке еще, 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 можно было бы сплести толстый канат. А так как это тончайшая ниточка, то здесь ничего не скажешь. Если бы это была одна женщина, которая ходила с Иисусом, мы могли бы почесать затылок и в меру своей испорченности предположить. А если там ходило много, так мы что, скажем, что там был гарем? Боже упаси! – Как сказать, опять же таки, вот она невротик, истерик, а потом, как в фильм по Казанзакису, ведь это же у людей потребность, им нужен спаситель, который имеет с ними нечто общее. Для апостола Павла Иисус его спас, потому что он стал человеком, как я. – Мишка Стасанзакис написал роман, в котором он предположил, в чем заключалось последнее искушение дьявола, когда Иисус на кресте и в состоянии уже таком коматозном, предсмертном, ему дьявол как бы нашептывает, а может быть, надо было прожить обычную человеческую жизнь, и то, что он сходит с креста, это на самом деле этого не было, потому что заканчивается тем, что он на кресте. – Вы себе не представляете, как образ действует на зрителя? Человек увидел на экране, что Иисус идет к Магдалине, все? – Потом, я очень люблю Микаса Казанзакис, я его переводила, я читала его довольно много в оригинале, я переводила по просьбе отца Александра целый роман, и много читала других. – Отца Александра дремения? – Да, брата-убийцы. Я должна сказать, что у него довольно много путаницы в голове, потому что он был и нитшианец, и коммунист, да, одно время, да, одно время он был очень православным, был на Афоне, потом, правда, оттуда, нет, не в качестве монаха, ушел, отряхнув прах с ног своих, и оставил такие весьма ядовитые заметки по поводу нравов Афона. я вспоминаю, как отец Александр Мень, отвечая на какой-то вопрос, сказал про Афон, что какое отношение это вранье имеет к христианству. – Да, конечно, я помню, когда я искала, как раз, мне нужен текст, был греческий, вот, и мы сидели и думали, где бы нам надо достать греческий текст, романа, брата-убийца. Отец Александр задумался и сказал, конечно, мне есть знакомый на Афоне, я мог бы ему написать, но я не знаю, как они отреагируют, боюсь, что они отреагируют, очень плохо и не поймут. – Смотрите, Валентина Николаевна, вот ключевая ваша, мне кажется, вот оборот у вас, обычная человеческая жизнь. – Да. – Для Павла, вот обычная человеческая жизнь, Христос не пытался сравняться с Богом, а стал обычным человеком, и это проявилось в том, что он стал вот как один из нас, только без греха. А для современных людей, для многих, обычная человеческая жизнь, это, значит, Иисус был женат, в 9 на работу, в 17-15 с работы, час в метро, до Выхина на электричке протрясся, вот она, обычная человеческая жизнь, нужен вот такой вот, и это тогда… – Две тысячи лет назад не было метро Выхина, должно вам сказать, открыть эту страшную тайну, и не ходили на работу, он был бродячий проповедник, понимаете, он был… – Но это было необычно. – Если употреблять современные выражения, то я прошу прощения, заранее всех, кому чьи чувства могу сказать, он был бомжом. – Ну, позвольте, так можно ли было генерала назвать бомжом, потому что он сегодня здесь, а завтра там? – У него не было, помните, у лис есть норы, у птицы есть гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить. – Ну, Валентина Николаевна, мне даже удивительно, что я, магистру богословия, они обеспечивали Иисуса и его апостолам какими-то финансовыми средствами. – Да была у него всегда, короче, над головой, насколько мы видим из Евангелия. То теща Петра накормит обедом, то кто-то в Иерусалиме роскошную горницу предоставляет под седр пасхальный. – Да, его приглашали, но на обед и фарисеи по субботу. Но остальное это время надо тоже чем-то питаться, не только в субботу. – Ну, вот Мария Магдалина и обеспечивалась другими женщинами. Мария Магдалина и прочие женщины. Нигде не говорится, что она одна обеспечивала. – Да, там как минимум четыре. – Конечно, это действительно загадка, почему она больше не появляется в других частях. Но скажите, пожалуйста, вот список из 12 апостолов. О ком вы знаете потом? Ну, например, зияния апостолов. Петр и Иоанн. Сначала идет тоже список из 12. Это в первой главе. Дальше Петр и Иоанн. Петр и Иоанн. Потом Иоанн исчезает. Остается один Петр. Потом Петр тоже исчезает. Остается Иаков, брат Господа, не апостол. Блад, родство, никуда не денешься. – Но там было много братьев. – Но он был самый вероятно второй по генерации гениальности. Он был потрясающий человек, чрезвычайно интересный. Но у него с Павлом были плохие отношения. – Я для слушателей замечу, большинство слушателей вряд ли посвящены в особенности анатомии апостола Иакова, что вот эта его гениальность, что характерна для поэтики того времени, Лука выражает замечанием, что у него были мозоли на коленях, как верблюдо. – Это не Лука, это апокриф. – Ну, да. – А апокриф, что он… – Папик, прошу прощения. – Но там… – Но это же реалистично. – Нет, это более позднее время, когда уже даже помыв, уже считался грехом, он никогда не мылся и всегда стоял на коленях в фраме, так что ноги у него, колени у него стали, как колени у верблюда. читала я этот текст. – И не верите. – И вот как только там сказано, что никогда не мылся, я сразу говорю, что это средние века, когда люди действительно перестали мыться. А до этого… – А может тогда, как с Марией Магдалиной, вот тот же Эрман жаловался, что после каждой лекции, когда он разоблачает мифы про Марию Магдалину, обязательно кто-нибудь один поднимает руку, и говорит, ну, все-таки могло быть, что она была женой Иисуса. – Вы знаете, такая же история абсолютно. Вот у меня есть две подруги, причем одна из них там доктор филологических наук, умница. Вот разговариваешь, все замечательно. Можно говорить на самые разные темы, литература вещества, филологические там, по поводу языка знаний, по поводу философии. И вот появляется этот самый кот да Винчи. И я говорю, девочки, ну, это же полный бред. Это как говорит Умберто Эко, из княжонок, из княжат, из грязных сплетен и так далее. Они мне говорят, ну, а ведь он же откуда ты взял? И Умберто, как говорит, замечательную вещь, что не пытайтесь переубедить. Эти люди убеждены. Они, помните, это класс, из Антона, когда человек перестает верить в Бога, это не означает, что он уже больше ни во что не верит. Он начинает верить во всём. Он начинает верить в третью тайну Фатимского явления Богородицы. Он начинает верить в заговор Тамплиеров. Он начинает верить в масонов, в жену масонов, в сионские, в протоколы сионских мудрецов. И он также верит Марию Магдалину, что она была женой или любимой женой Иисусовой. И ничто вам не докажет противоположное. Понимаете? Потому что человек вот ему так хочется верить. И он всегда найдёт людей, которые это говорят. Понимаете, он ведь не возвышается, а принижает все высокие вещи к своему собственному пониманию. Он, Бог, как говорят, создал человека по образу подобия. А человек создаёт себе Бога по собственному образу подобия. Как и здесь. Какие-то церкви, которые там где-то... А правда будет ли в подвалах Ватикана в подвалах Ватикана за счет техниги? Да, боже мой, если бы в подвалах Ватикана осталась хотя бы одна строчка, её бы тут же вытащили. И это долго-долго бы разбиралось. Прошли те времена, когда Ерецик кровь сжигали. Но только в нашей стране. явно мы идём. Хотя опять же у того же Умберта Эк, его книга, которая у нас сейчас приведена на русский язык, «Полный назад», она очень печальная. То есть несмотря на высочайшее развитие науки, техники, технологии, человечества, у человечества в голове полная каша. Какое-то двоемыслие, троемыслие, десятимыслие. И они просто плавно прут туда, вот туда. Даже ещё до Адама. Я напомню нашим слушателям, что это программа радио «Свобода» с христианской точки зрения, посвящённая Марии Магдалине. У нас в гостях Валентина Николаевна Кузнецова. Не Мария Магдалина. Да, у нас в гостях не Мария Магдалина, а Валентина Николаевна Кузнецова, переводчица Евангелия на русский язык. И я вынужден быть адвокатом всего человечества, потому что что до Умберта Эка, то я бы сказал, что это, ну, скажем так, старческий пессимизм. Человек принял, очередной старик принял свой конец за конец мировой цивилизации. Замечу, что вот Спаситель был молод, когда говорил о конце света. Кто-то из ранних отцов церкви, по-моему, Ирина Ильонская, говорит, что Иисус умер на Голгофе, когда ему было между 40 и 50 годами. Но в любом случае, когда Господь говорит о конце света, это в точности, как потом многие умные люди говорили, что надо жить так, как будто бы ты живёшь в последний день, вот, а молиться так, как будто впереди вечность. Как будто впереди вечность. Это всё понятно, да. Вам понятно, но вы поймите, вы магистр и вообще и умный человек. Но ведь ещё полтораста лет назад 90% населения планеты были неграмотны вообще в России, процент был выше. Значит, то, что мы принимаем за снижение уровня... что в Киевской Руси люди были, очень много было грамотных людей? А вы знаете, что в империи было практически поголовная грамотность? Это означает, что история человечества развивается неравномерно. Да. Но всё-таки, я прошу прощения, мне действительно очень стыдно, что я вместо того, чтобы проповедовать воскресение Христово, говорю о прогрессе, но всё-таки прогресс есть. и это тоже вписывается в апокалипсис, это тоже вписывается в откровение Божие о судьбах человечества, то, что это откровение не о том, что над тобой домокло в меч, а это откровение о том, что ты творец. Апокалипсис – это книга надежды, как говорил отец Александр неоднократно, а книга радостная, как все её превратили, что-то ужасное. Вот почему мне кажется, что вот прежде всего женщины, для которых Мария Магдалина, это такой вот аргумент против засилья мужчин в церкви? Да, вот это да, вот с этим я согласна. Как и в наше время, в раннехристианских общинах было большинство женщин. И я бы сказала, самое главное, когда все бросили Иисуса, когда ученики разбежались, остались только женщины. Вот их преданность, их любовь... А можно я по-другому скажу? Потому что это же ведь... Мы же в том же патриархальном обществе, чуть-чуть смягчилось, но немного. И сегодня, например, в правозащитном движении, в диссидентском движении тоже большинство женщин. Знаете, мне кажется, почему? Потому что там, где мужика делают дубинками по полной программе... Он потом не пойдёт уже. Нет, мужик пойдёт. Но ОМОНовец не станет всё-таки перед женщиной притормозить. Это особенность патриархального общества. То есть, женщины, может быть, пустили ко кресту, а апостолы бы схватили сразу. Не пускали их там... Ну, они издалека всё-таки смотрели. Ну, издалека. Издалека мог любой смотреть. Ученики вообще разбежали с мужчинами. Но им было чего бояться. Почему? Ну, как вот эта служанка Педро у тебя, диалект галилейский. Да, значит, служанка рабыня, а следовательно, её свидетельство, женщины, и особенно рабыни, не значило ничего. Так она же других позвала. Мужчины. И мужчины тоже стали, ой, галилея. Значит, ученикам ничего не угрожало. Ученики, вообще-то, бросив Иисуса, они потеряли свой статус учеников. Потому что они, будучи учениками, должны были полностью разделить его судьбу. И он же говорит, тот, кто возьмёт свой крест и пойдёт за мной. И он предупреждает их. Но это про Великий пост. Это не про то, что надо идти на Голгоф. Я прошу прощения. Ну, таково аллегорическое толкование. Нет, ну, назовёте Великого поста. Да ладно, как нету? Нет Великого поста. Надо перечитать. Да. А 40 дней в пустыне? А это Иисус. А так он сказал, что разве постятся гости на свадьбе? Ну, мы же не на свадьбе. И лишь только... Знаете, кого он уличает и язвит по поводу кого? По поводу фарисеев, которые постятся дважды в неделю. Хорошо. Тогда всё-таки чуть-чуть ещё поближе к Марии Магдалины. Между прочим, обратите внимание, вот Достоевский «Преступление и наказание». Там ведь ключевая сцена. Да. София «Премудрость Божия» вот Раскольникова. Ну да, да, и проститутка. И проститутка. Она его спрашивает. Вот этот разговор «Преступление и воскресенье». И он говорит, буквально веруешь? В общем, он видит в ней... Да, он читает Лазаря, историю Лазаря, воскресенье Лазаря. Историю Лазаря. И вспоминается вот эта вот, ну, совсем уж поздняя легенда про пасхальное яйцо, про то, что вот лично перед императором... Могло это быть, кстати, Валентина Николаевна? Нет, читайте о году. Мария Магдалина? Там огромное количество еврейских вот таких народных вещей в этом духе. Вот после этого вы сразу понимаете, откуда появилась Мария Магдалина с крашеным яичком перед императором. Вот, потому что там замечательные вещи. Вы еще антисемитка, Валентина Николаевна? Что, евреи, что ли? Нет, нет, ну что вы? Я о году обожаю. Я ее советую всем читать. Да что вы, я даже на еврейском могу немножко говорить. И читаю Библию даже на еврейском. Да, я забыл. Прошу прощения. Прошу прощения, меня не оскорбляются. Хорошо. И все-таки, Мария Магдалина, возвращаясь к началу, это насколько, вот что значит преуменьшить значение того, что она первая, все-таки, Господь ей сказал, иди, и скажи. И, кстати, Петр не поверил, как ясно, это из одного Евангелия. Почему он не поверил? Да, и слушай, потому что это сказали же. Там не... Да, там, знаете, об этом прямо говорится, опять же, в том же Евангелии Луки, когда два ученика, один Клеопа, второй неназванную по имени, идут в Эмаус. И к ним присоединяется Иисус, которого они не узнают, спутник. И говорят, почему вы такие грустные, почему вы такие печальные. Да вот, мы надеялись, мы-то верили, мы полагали, а вот его казнили. Правда, женщины пришли, сказали, ну, то есть в том смысле, что, ну, разве можно поверить глупым бабам? Но, смотрите, опять возвращаясь к монографии Эрмана о Марии Магдалине, ну, научно-популярной книге. Здесь великий переворот, понимаете, потому что Евангелие построено на том, что всё время всё переворачивается. Вот тут, кто фарисеи, самые образованные, самые религиозные люди, и вдруг они оказываются в глазах Бога хуже, чем, может быть, последние грешники. Скорее фарисеи, сборщики податей, и просветутки войдут в царство Бога, чем вы. А, возможно, другое понимание этих слов. Сборщики податей и просветутки войдут в царство Бога, а вы нет. Здесь всё время переворачивается. И поэтому положение, как в Библии, женщина бездетная, она несчастная, но потом Бог обязательно делает для неё что-то такое, что она становится счастливее всех женщин на земле. Вот она обычно выражает кого-нибудь, там, Великого Пророка и так далее, и тому подобное, там, Иоанна Крестителя. Это очень интересно, понимаете? Всё время есть переворот. Переворот. Бедные станут первыми, богачи будут плакать и рыдать. Мужчины станут бабами, а женщины станут святыми, основателями церкви. Да нет, если мужчины некоторые не платят. Вопрос личный тогда, вы не знаете, Николай, для вас. Вот патриархальное общество, это главная проблема, от которой вас спасает Иисус. И он вообще спасает, вот для вас, как для женщины, насколько важно переворот крещения, переворот веры и ваше женское. Ну, вы понимаете, я уже как-то давно выросла в христианской среде, поэтому для меня здесь нет, а для тех, кто был в те времена, конечно, слова Павла о том, что в единении с Христом нет разницы между мужчиной и женщиной, нет разницы между евреем и греком, между свободным и рабом, это революция. И это, конечно, потрясающий скандал, потому что и евреи, и греки, у них была молитва «Благодарю тебя, Бога же, за то, что ты сделал меня мужчиной и женщиной, там, греком, а не варваром», ну и так далее. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Радио Свобода», посвященная Марии Магдалине, основательная на христианство, но точно она первая узнала о воскресении. И, может быть, беда современной библиистики и многих людей, которые очень интересуются Даном Брауном и Марии Магдалиной, в том, что они не верят в одну единственную вещь, они не верят в воскресение. И забывают, что христианство это не какая-то программа, не идеология, следуя которой можно освободить, избавиться и так далее, а что это все-таки прежде всего Дух Божий, который приходит, приходит через воскресшего Иисуса, от Него и действительно подымает из всех человеческих разделений и творит вот в этом воскресении единство людей в Боге. И христиане уже живут частично в том грядущем веке. Недаром в письме Эфесе сказано, что они уже восседают из Иисуса на небесах. Конечно, Павел понимает прекрасно, что это не так, но в каком-то высшем смысле они уже не рабы греха, не рабы. Хотя могут грешить. Могут, но не будем. Падают иногда. Но церковь древняя, сказала, упал в стадии. Итак, с праздником для всех неваляшек велопрограмма Яков Крутов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok